Через несколько минут в данном бою вы будете наблюдать очень странную картину. Главный герой на Progetto 46 вступит в конфликт с вот этим взводом первым, Е25 и Т71ДА. И, ребят, он присоединится к этому взводу, и конфликт разрастется еще сильнее, и станет крайне любопытным. С чего все начиналось, увидите уже через несколько минут. А в конце, ребят, наш герой совершенно невероятным образом поставит этих ребят на место. Как? Не буду говорить, потому что это уже будет спойлер. Но, ребят, это крайне необычный метод. Я уверен, что почти все, да как-то почти все из вас, каждый, будет удивлен методом вот постановки на место нашего героя. В общем, давайте смотреть, с чего все начиналось. Не буду дальше портить интригу, давайте просто наслаждаться всем, что происходит в данном бою. Наш герой довольно рискованно приезжает в квадрат Е4, занимает здесь позицию на прострел переезда вражеских СТ-шек. Вот, в их типичное место дислокации в А5. И, попадая в засвет, артиллерия не упускает вражеской возможности подкинуть нам удовольствие в данный бой. Видим, что как раз-таки все самое интересное начинается уже сейчас. Т-71 приехал, собственно, сюда, к нам на фланг. Наш герой, видим, что сейчас находится в командирском прицеле и не видит, что он вроде бы немного подталкивает Т-71. Это, по всей видимости, задевает гордость Светляка, который приглашает его во взвод. Наш герой присоединяется. И здесь мы не можем слышать голосовой чат, что там они говорят этому про Джетто. Но, ребят, по всей видимости, что-то очень жестко обидное. Скорее всего, матерное, потому что у нашего героя очень скоро сдадут нервы и конфликт начнет разрождаться. Вот сейчас, как мы видим, оскорбления, похоже, сыпятся на нашего парня. И он начинает вот так вот толкать Т-71, как бы проявляет свою агрессию в ответ на то, что там в этом взводе происходит. Но смотрите, что произойдет дальше, ребят. Потому что самое интересное начнется вот-вот через несколько минут. Про Джетто понимает, что дальше ловить на этой позиции нечего, так как враги уже поджимаются под гору и, скорее всего, сейчас будут давить на нашу базу. И отсюда уезжает. В свою очередь, Т-71 его действия не поддерживает. Т-71 там нехило распинали и остается на фланге. Здесь, конечно, стоит отметить. Да, наш герой немножко подталкивал Т-71. А правда ли реакция Т-71 и то, что сейчас дальше они начнут делать с этим про Джетто? Внимательно смотрите. Конфликт только начался. Сейчас он получит кое-какое... Кое-какое развитие. Очень странное развитие. Потому что, смотрите. Т-71 отправляется в ангар от фугаса Арты, которая, помните, по-дам в начале боя дала. И вражеский, ой, точнее, союзный, якобы союзный Е-25, но, как вы понимаете, он сейчас станет вражеским, у которого 1% прочности буквально на выстрел. Он едет сейчас нам портить бой. Толкать, подпирать, пытаться там перевернуть. Я не знаю, ну перевернуть нам вряд ли получится. Но всяческий дискомфорт нашему герою будет привносить в данное сражение. К тому же, стоит отметить внимание на еще один момент. Счет уже 2-7 и союзники сливают просто по всем флангам. Вражеские тяжи с секунды на секунду продавят под нашу базу, доберут 34-го и начнут уже вести игру на добивание. Ну что ж, ребят, сможет ли наш герой как-то это перевернуть? Узнаем очень скоро. Е-25 продолжает портить нам бой. Изо всех сил пытается сбить прицел и не дать стрелять. Наш герой терпеливо просто ничего в ответ не делает вроде бы Ешки. И уезжает. Уезжает от нее, чтобы уже хотя бы как-то отделаться. Все не просто так. Смотрите, что будет дальше и каким удивительным образом он вот этих двух ребят поставит на место. Вообще, здесь спорный момент. Кто прав, кто видноват. Потому что мы не слышим, во-первых, голосовую часть. Мы не слышим голосовую связь этого взвода новообразованного. Во-вторых, действительно, немного наш герой подпер Т-71 в начале боя. Ну, в общем, вот такой конфликт. Кто прав, кто видноват, судите сами. Но смотрите, ребят, обязательно. Вот сейчас Е-25 отправляется в ангар. Что наш герой сделает дальше? Это улет будет. Внимательно просто наблюдаем. Счет уже 5-10. Мы активно отстреливаемся по вражеским средним танкам, которые просто набрались наглости и уже давят под нашу базу. Удивительно, что Т-32, вот этот, до сих пор живет каким-то образом там против тяжей. Но для него хорошая позиция. Потому что там рельеф позволяет спрятаться в низине и выглядывать только от башни. То есть подставлять самую свою бронированную часть. И, ребят, вот играя на Т-32 и на Т-34, я хочу отметить, что Т-32 лучше танкует башней, чем Т-34. Потому что ее сложнее туда пробить. То есть лючок там крайне маленький. И к тому же снаряды часто от него рикошетят. А у Т-34 вверх башни, в крышу, вот в этот лючок, ну вы знаете, да? У американского Т-34 восьмого уровня, према, залетает туда, ну, очень часто. Смотрим, что дальше. Наш герой начинает объезжать вражеского Праджетта 46-го. Своего карифана только из противоположной команды. И, уверенно, сейчас обманывает его. Отправляет в ангар. Но проблемы у нас только начинаются. Т-32 сейчас, похоже, наконец-то отправят в ангар. Ну, наконец-то для врагов. Потому что на нее реально упаривается гигантская стая тяжей. К тому же, как только ее отправят в ангар, у ПТ-ВЗ-111-ГФТ пропадает свет. То есть она не может выкатываться и стрелять в ползосвету. Т-32 ей нужно подставляться. К тому же, свободен путь к артиллерии. И ее, скорее всего, будут убивать, убирать очень скоро. В общем, 7-12, полностью все движется к сливу. Сранно, что наши совсводные ничего там не пишут в чате. Возможно, по голосовухе они продолжают оскорблять нашего героя. Но мы этого не знаем, поэтому выводов особых делать не будем. Находит наш парень артиллерию. Добирает С-51. С-51 это очень важный фраг, потому что, если мы собираемся затаскивать данный бой и делать красиво в финале, то артиллерию, ну, никак нельзя оставлять. И в это время, ВЗ-111-ГФТ зачем-то съезжает с горы. Вот здесь вопрос. Потому что, действительно, мне кажется, ПТ-шка совершает ошибку. Посмотрите, если бы одна была на горе, она бы была хотя бы сзади закрыта. То есть, ее было бы сложно закрутить. Ну, или хотя бы перед тем, как враги бы ее закручивали, одна бы дала гарантированные плюхи в тот момент, когда бы они поднимались вот сюда на горку. А так ее могут обойти со всех сторон и просто уничтожить налегке. Отправляется в ангар артиллерии, а у нашего героя, кстати, уже 4 фрага. Зачем-то он исколесил всю карту, приехал на вражескую базу и сейчас мчится на помощь последнему союзнику. Неожиданно находится вражеский КВ-3, который в деликатной позе здесь обнаруживается. Но один из наших снарядов залетел совсем не в нужное место. Почему-то, кстати, КВ-3 даже не пытается поворачивать орутия в нашу сторону. Но ему крайне везет. Задняя часть КВ-3, его, так сказать, филейная точка, танкует просто на славу. Наконец-то добираем тяжа, но в это время проблемы нашего союзного ВЗ-111 становятся еще сильнее. На него уже упарываются враги и отправляют в ангар. Сказывается все-таки позиция и, похоже, там облегченка таки сделала свое грязное тело и противника закрутила. Но смотрите, что дальше. Наш герой остается один против пяти врагов. Вы помните, что в начале боя действительно на него наехал взвод. Кроме того, если промотать чат... Ребят, посмотрите, что писали в начале. Вот я специально промотаю чат на самое начало. И хоть мне это будет стоить очень долгого времени. Вот. Продж, пешка или спонсор. Как тебя с желтого-то, главное, взяли. В общем, ему сразу в этом бою посыпались оскорбления, ребят. Буквально сразу. То есть, наш герой прям вот должен доказать, что он на что-то способен. Идет полным ходом захват базы. Мы снимаем один за одним оставшихся врагов. Добираем Т-54 облегченку. Но сейчас до захвата остается 17 секунд. И мы физически можем не успеть на сбитие. 10 секунд сейчас до захвата базы. Ну что ж, удастся ли нашему герою пересветить танки на базе? И это получается 4, 3, 2, 1. На последней секунде сбивает захват с двухствольного врага. Получает гору плюх. И остается против нас еще Кернерван. Кернерван, один на один. У нас 158 хп. Ну что ж, давайте, ребят, смотреть финал. А я быстро вам напомню, что, во-первых, победители нашего ежедневного розыгрыша золото. Сегодня вот мы раздавали золото. Завтра уже будут коробки. Сегодня победители были в утреннем ролике. Кто его не видел, посмотрите. Ну и давайте еще раз покажу их ники. Каждый из этих парней получает по 5000 голды, ребят. По 5 косарей голды каждый из этих парней получает. Которых вы видели сейчас на экране. А в этом ролике, ребят, будет невероятно огромный розыгрыш новогодних больших коробок. Для участия вам нужно подписаться на наш канал. Прямо сейчас, ребят, быстрее подписывайтесь. Реально огромный розыгрыш коробок. Шансы гигантские. Новые победители появляются ежедневно. Поэтому не упускайте шанс получить себе двухстволку из коробки. Просто подписавшись на наш канал. Поставив лайк. Обязательно нужно прожать лайк этому ролику. Затем нужно включить колокольчик. Важно, ребят, в режим все уведомления. Как это сделать сейчас, вот показано внизу слева на экране. Я на секундочку, бой сделаю медленней. Чтобы вы посмотрели. Важно, ребят, включить в этот режим все уведомления. Сделали? И еще не забудьте оставить комментарий с вашим игровым ником. Чтобы я знал, куда отправлять большие новогодние коробки. Да, ребят, вот так. Все, кто не подписался, быстро, быстро, быстро это делаем. Ну, а мы смотрим сейчас дальше. Сражение, где наш герой дает очень важный шот по Кернервану. Сравнивая шансы. Оба сейчас ваншотные. Сможет ли он поставить на место всех, кто его оскорблял в данном бою? Взять медаль Колобанова. 10 фрагов. Невероятный бой. Просто поставил пацанов на место. Я думаю, за это он обязательно должен получить от вас лайк. И вы, конечно же, сейчас обязаны просто подписаться на канал, кто это еще не сделал. Включить колокольчик в режим все уведомления. Ну, и писать комментарии. Ну, а на этом, ребят, все. Слева и справа два других ролика. Переходите сейчас туда. Пока-пока.